В данном видео уроке я хочу вам рассказать, как подключиться к роутеру по Wi-Fi без пароля. Скажу сразу, это не взлом Wi-Fi. Спросите вы, для чего это нужно, расскажу вам из собственного жизненного опыта. Я переехал на новую квартиру, где был установлен роутер. Пароля к Wi-Fi я не знал, и хозяин тоже. Подключиться к самому роутеру я не могу, так как я не знаю пароля, чтобы его настроить. Можно было бы конечно нажать кнопку Reset, взяв иголку и подержать секунд 20, после чего все настройки собьются. Не имея шнура, даже после сброса настроек, я все-таки же не могу к нему подключиться и настроить его заново. Оказалось, что можно к нему подключиться, не зная даже пароля, и настроить нужный нам пароль, поменять название сети, но только в том случае, если пароль к входу в настройки самого роутера не меняли. В TP-Link логин и пароль к интерфейсу самого оборудования Admin-Admin не путайте с паролем к Wi-Fi сети. Это не он. Если он не подходит, тогда в любом случае вам нужно сбрасывать настройки кнопкой Reset. Перейдем к самому способу. Первым делом включаем ноутбук и выбираем Wi-Fi сети. На восьмерке переводим мышку в правый угол, нажимаем параметры и здесь видим Wi-Fi. Или же на панели, нажимаем левой кнопочкой на сеть Wi-Fi. Здесь ищем Wi-Fi с самым высоким сигналом, в нашем случае это MassAndrook, и нажимаем подключиться. Здесь мы видим, что нам нужно ввести пароль или нажать кнопку на оборудовании, то есть маршрутизаторе. Теперь на маршрутизаторе нажимаем кнопку QSS и видим идет подключение к сети, без пароля. Теперь нажимаем кнопку Да и происходит подключение. Видим появилась сеть, написано подключено и теперь открываем браузер, чтобы проверить работает ли у нас интернет. Для проверки открываем сайт Google, видим идет загрузка и страница открылась. Таким простым способом, не зная пароля, у нас получилось подключиться к Wi-Fi.